Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати. Именно в этот день, в 1703 году, в России по указу Петра I вышел первый номер российской газеты «Ведомости». На Вятке периодическая печать появилась больше века спустя. С января 1838 года до закрытия в декабре 1917-го Вятские губернтские ведомости оставались главной газетой края. Кто и как хранит эти документы истории и популярны ли периодические издания сейчас, знает Анастасия Шерстнёва. Первый лист должен украшать герб губернии. А на первых номерах, вы видите, герба нет. Просто не успели сделать клише для печати. Спустя почти два века издание сохранилось в отличном состоянии. В руках у специалиста библиотеки имени Герцена Андрея Маркова первый номер газеты «Вятские губернтские ведомости», который вышел в свет в 1838 году. Редактором первых выпусков был сам Александр Герцен. Здесь даже есть статья известного российского публициста и писателя про Ватиков и Черемисов, которая стала единственной, которую он успел опубликовать на Вятке. Это официальная часть, там просто законы, указы, вот эти все хроники. Польский Сыльный, на основе Вятки Каменский, Генрих Каменский. В одном из писем он пишет, что вот тут есть у нас газетка такая «Вятские ведомости». Никто ее не выписывает, кроме купцов, которые читают подрядов до чиновников, которые читают здесь о своем перемещении по службе и наградах. Но позже в изданиях стали отражать и злободневные темы. Например, в первой иллюстрированной газете «Северное слово» любили печатать карикатуры. Вот так был изображен депутат Гурдумы Огнев, как волк в овечьей шкуре. А все потому, что газета была правительственная, а депутат являлся оппозиционером. На театральной площади постоянно пасется скот, это же была окраина города, и что вот городская дума пытается их оттуда угнать, и была написана статья. Иллюстрация появилась здесь, в Вятске, в городской порядке или невольный террадор. Все газеты, которые опубликовались на Вятке, а затем и в Кировской области, в библиотеке тщательно хранят. Из номеров делают вот такие подшипки. Так поступают и с новыми изданиями. Правда, из года в год их становится все меньше, отмечают в библиотеке. Идет снижение количества выпускаемых периодических изданий на территории Кировской области. Два года назад было более 200 названий газет и более 50 названий журналов, которые мы регистрировали в течение года. То сейчас, как мы видим, произошло значительное снижение. Это связано с тем, считает специалист, что публиковать газеты и журналы затратно. Да и составить конкуренцию интернет-изданиям становится все сложнее. Но зато все опубликованные газеты сохранятся на века. Ведь, как говорят в библиотеке, ни один номер здесь не уничтожается, остается в архивах. Анастасия Шерстнёва, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Анастасия Шерстнёва, Бюро новостей Дайвича.